Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Сегодня расскажу о том, как правильно оспаривать действия наркознабжающей организации при неучтённом потреблении электроэнергии. Я сдаю нежилое помещение как физическое лицо коммерческому предприятию. МРСК Урала проводили проверку и выявили, что пломба частично повреждена. В связи с этим в отношении меня составили акт о неучтённом потреблении энергии. Обратился к юристам, они рекомендуют оспаривать акт. Скажите, надо ли оспаривать его и нужно ли мне платить? Оспаривать акт о неучтённом потреблении электроэнергии не нужно, так как этот документ не является ненормативным правовым актом. Он составляется энергоснабжающей организацией в рамках договора на поставку электроэнергии. Поэтому, если вы подадите такое требование в суд, вам откажут, так как по этому поводу сложилась однозначная судебная практика. Вам необходимо оплатить счёт, который выставил поставщик электроэнергии. Параллельно отправить претензию, что вы не согласны с их актом, и просите вернуть указанную сумму. Затем нужно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании излишне оплаченной суммы. К исковому заявлению нужно приложить договор на установку счётчика и акт пломбирования. Необходимо приготовить доказательства, которые бы подтверждали, что вы не нарушали целостность пломбы и не допустили неучтённого потребления электроэнергии. Задавайте ваши вопросы по телефону, которые видите на экране с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы ещё раз на сайте 1обл.ру в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня! Субтитры подогнал «Симон»!